Приветствую вас. Я буду с вами откровенен Лера и скажу, что вероятно, если бы был такой совет, последовав которому вы смогли бы решить свою проблему, я уверен, что вы бы его уже нашли. Более того, если вы готовы следовать советам незнакомых и незнакомых людей, даже специалистов из интернета, это на самом деле тревожный знак. Поэтому, советы Лера вам не помогут. Эта ситуация, в которой вы оказались, она вполне логична для той стратегии жизни, которую вы придерживаетесь, ну вообще, в общем, глобально-глобально. Какой стратегии я могу только предполагать. Из того, что вы написали, моя гипотеза заключается в том, что я стараюсь быть для всех удобнее, всем угодить и оправдать ожидания всех людей, пока меня это не выбесит, и я не взорвусь, и не пошлю всех на три хороших буквы, вот. И какое-то время не поживу для себя, пока у меня не появится чувство вины, и я опять начну всем угольдать, опять все пойдет по второму кругу. Вот так мне это кажется. Я, конечно, не знаю, сколько вам лет, Лера, очень жаль, что вы не написали свой возраст, вы написали, что вы молодая семья, что это значит молодая семья, не очень понятно, имеется в виду молодая семья или родная семья, которая только вот была создана, и тогда, как бы, это одно. Или молодая семья, в смысле, что вы оба молодые, с мужем, вот, но опять же, молодые это сколько, да, то есть молодой человек может быть и в 30, даже и в 35 молодые, ну считается молодыми, по крайней мере, вот, и, то есть, как бы, слишком большой разброс от 18 до, не знаю, до 40, по сути, вот, может быть, даже больше в некоторых случаях. Поэтому, не очень понятно, но я, как бы, опять же, предположил, вот, в моей гипотезе, что вам не очень много лет, вам до 25, то есть, вам, ну, вот, именно, что это 25, а, 18 и до 25. Вот, не уверен, не уверен, я, конечно, что это правда, но давайте пока будем исходить из этого. И, как мне кажется, как мне кажется, что, ну, как бы, родители, ваши родители, не родители мужа, и раньше нарушали ваши границы личные. Они делали это раньше, ну, вы, как-то, не знаю, может быть, с этим жили, как-то вы, может быть, к этому привыкли, вот. Ага, ну, все равно осталась эта тяга к людям, определенная. И невозможность сказать этим людям, условно говоря, нет. Ну, просто, вот, просто, такое, вот, строгое, спокойное, нет, чтобы люди поняли. Вместе с тем, у вас нет достаточной уверенности в себе, вероятно, вероятно, чтобы продвигать свою позицию, чтобы отстаивать ее спокойно, без конфликтов, без какой-то такой открытой конфронтации, да, вот. То есть, ну, вполне себе адекватно, чтобы все было, вот. И это тоже, это тоже вопрос, вопрос, почему это невозможно. Это и в какой-то степени требование к мужу, в том смысле, да, что муж, он должен, условно, там, говоря, свою, ну, в своей семье разбираться сам, это его ответственность, и, как бы, то, что он, образно говоря, уходит на работу, да, ну, опять же, выглядит, выглядит это так, что он прячется в работе, вот. Я, конечно, не уверен в этом, да, вот, ну, выглядит, выглядит это таким образом. Я надеюсь, что это неправда, но выглядит это именно так, что он просто прячется, на работе, ну, как бы, ну, как бы, от ответственности, от ответственности, в общем, он, ну, бегает, бежит от ответственности, от ответственности. Вот, если это действительно так, то ничего хорошего в этом нет. А самое главное, что, самое главное, что вы ему, как бы, позволяете это, вот, самое главное, что вы даете человеку, условно говоря, вот эту, ну, эту возможность, возможность вести себя так. То есть вы, знаете, как, не принимая, принимаете, вот, негоду я, вы, там, миритесь, условно говоря, условно говоря. То есть, как бы, это, ну, вот, такая, такая вот проблема, да, такая, может быть, ваша особенность, что ли. Тут тоже нужно, нужно осматривать. То есть, да, родители, они такие, да, родители, они действительно, вот, могут быть навязчивыми, могут быть, какими-то еще, просто, потому что им, там, не особо, есть, чем заниматься, да, и многие родители, там, помешаны, именно на поколение, на испытание поколения, вот. И вполне естественно, что они считают, что они очень знают и так далее, если это опять же нормально, вот. Ну, важно, а, не то, что нормально, а, что нет. Ладно, немножко другое. Ладно, то, как вы на это реагируете. А реагируете на это вы, мягко говоря, не очень хорошо. Ладно, вас это занимает, вас это подавляет, подавляет и так далее. Ну, такое вот и, условно так говоря, постарайтесь задаться вопросом, а, собственно, почему меня это подавляет? С чем связано, что меня это подавляет? Вот, ответите, ответите себе на эти вопросы и, ситуация возможна, не факт, но возможна. Будет лучше. По крайней мере, вы сможете для себя лучше понять свое состояние, свои переживания, свои эмоции. Родители, как бы вы не переделайте, при любом раскладе это сделать нереально, поменять родителей. Это невозможно. А выработать, выработать, выработать в себе какое-то новое, скажем так, отношение, да? Или решить свою проблему, например, проблему, там, грубо говоря, необходимости оправдывать ожидания родителей, допустим. Ну, это вполне реально. Вот. Вопрос только в том, хотите ли вы это делать, вот в чем вопрос, как мне кажется, по крайней мере. Вот. А если хотите, то помочь вам будет не сложно, как мне кажется. Вот. Далее отношения с мужем. Весьма важный момент. У меня есть такое ощущение, что для вас стал откровением тот факт, что он, условно говоря, самоустранился от проблемы ваших родителей с временой работы. То есть, насколько это вклад вписывается в то, что вы о нем знаете. Какого рода у вас отношения вообще? Ну, то есть, я имею в виду, насколько у вас отношения доверительные и так далее, и так далее. Вы говорите, что вы любите друг друга, но, на мой взгляд, это некоторая диссоциация, вот. Может быть, муж, как бы, относится положительно к этому, или, может быть, он не готов принимать какие-то решения по данным вопросам. Вот. То есть, важно то, чтобы вы с мужем выстрелили, например, а этого не нужно. Это нет. Вы должны, получается, ну, условно говоря, бороться одна. Я бы не сказал, что это прямо однозначно плохо, потому что, ну, то есть, это не плохо и не хорошо, на самом-то деле. Но, на самом-то деле, это просто, это реальность, да? Как бы, ну, это, ну, это реальность, в которой вы живете, условно говоря. Вот. Ну, вопрос, как бы, он, в том, да, как вы, что вы хотите с ней делать. Потому что, повторюсь, я, ну, особо повторюсь, что родителей вы не поменяете. Это сделать невозможно, невозможно поменять родителей. Вот. Поэтому, вопрос, как бы, он, ну, больше, вот, наверное, все-таки, к вам. Да? Чего вы хотите? Чего вы хотите? И в чем, собственно, ну, в чем для вас проблема? Там, ну, условно говоря, ну, вести себя, там, как-то по-другому, да, там, и так далее. То есть, вот, там, говорить нет и прочее, прочее, прочее. Не то, чтобы вы, не то, чтобы вы, прям, должны, да, это делать, но, если вам хочется, да, если вы хотите этого, то, наверное, это необходимо. Вот, а так, как-то, пока, получается, немного, эм, немного, там, да, немного, немного диссоциативно. Так, значит, я ругаюсь с мужем, вот, опять же, вы говорите, я ругаюсь с мужем. А с ним конкретно мужем вы говорите? То есть, ну, вот, вы ругаетесь с мужем, говорите вы. И как, и что, и зачем вы ругаетесь с мужем? Чтобы, чтобы что, то есть, чтобы, вот, что это, кроме, никак не перенос некой такой ответственности на мужа, да? То есть, я с чем-то не могу справиться сама, вот, я сливаю негатив на мужа, агрессию на мужа. А, я что-то сдерживаю? Я что-то не могу отреагировать вовремя. Ну, я сдерживаю, а, сливаю это на мужа, по сути, дел, получается. Вот. Вы поймите правил. Я, вовсе не обвиняю, и не морозят, просто говорю, что, как, вот, как, эм, ссора с мужем, да, вам помочь-то может? И помогает ли? Ну, на мой взгляд, очевидно, что нет. Да, очевидно, что это помогает. Вот. Ну, это, в общем и целом, нормально, что помогает. И не может, не может помочь, вот. Эм, ну, не совсем, это, э, 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 индикатор определенных проблем. между вами, вот, каких-то неправоработанностей, каких-то, ну, может быть, нечестностей, да, каких-то сложностей, каких-то недоговоренностей, неискренностей и так далее, вот, к сожалению. Вот, и я знаю, что, условно говоря, вы со мной, скорее всего, не согласитесь, я не прошу, не прошу вас соглашаться со мной, вот, я просто хотел бы, вот, чтобы вы на это обратили внимание, в принципе, мне будет достаточно, вот. Получается, что, что родители, по факту, влияют, получается, на то, что фраймбрайк ходит. Получается так. И, вот, как бы, это, ну, про, это, проблем, проблема, на мой взгляд. Ну, мне так кажется, по крайней мере, что это проблема. Как кажется вам, я понятное дело не знаю. И решите для себя, что вы будете делать. Мы вам, мы вам, в любом случае, поможем, вот. Но решить этот вопрос нужно вам, что вы хотите. Вот. Видите ли вы проблемы в себе, видите ли вы проблемы в муже, видите ли вы проблемы в родителях и так далее. Я понимаю, чего вы хотите, чего вы хотите. Вы написали, то, чего вы хотите, ну, достаточно, как бы, так, откровенно, да, достаточно понятно. Ну, вопрос немножко не в этом. Вопрос в том, каким путем к этому можно прийти. Пути могут быть самые разные. Вот. Ваша задача. Ваша задача выбрать для себя путь, к которому вы хотите до этого дойти. И, по этому пути мы, 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 мы поможем вам пройти, если вы хотите. Ну, условно, условно, условно говоря, если, если вы, там, допустим, боитесь обидеть родителей, да, или если вам, в целом, ну, сложно говорить нет людям, да, ну, вообще просто сложно говорить нет. То, это прорабатывается, в принципе, это не так сложно. Вот. Если вы, там, я не знаю, боитесь одиночества, да, боитесь одна остаться и так далее, то же самое. Это прорабатывается. Вот. Если вы, там, вот, у вас купится, там, негатив, негатив, да, который, вот, ну, вот, негатив, ну, вы не знаете, что, там, с этим негативом делать, грубо говоря, ну, грубо говоря. Да. Вот. А, как бы, как бы, и, на музе, тоже, вот, срываетесь, да, с негативом, кто не справится, поможет. Что-то не справится. Не такая проблема большая. Вот. Как бы, главное, чтобы вы не советы просили, потому что совет ставит вас в позицию жертвы. Вот. То есть, скажите мне, как, как жить. Ага. Если мы скажем вам, как жить, чем мы отличаемся-то от родителей ваших, которые тоже говорят вам, как жить, вообще-то. Вот. И вам это не нравится. Вам не нравится. То, что они, ну, то, что они вам говорят. Я поддерживаю вас в этом. Ну, я не могу не поддержать вас в этом. Вот. В том смысле, что, ну, хочется вам своей жизни жить, а вам не дают это делать. Я понимаю. Я понимаю. Ага. Так. Аааа. В чем тогда разница? В чем тогда разница, если мы будем, если мы будем вам, ну, если мы будем вам советовать? В чем разница тогда? Или нет? Понимаете? Ну. Вот. Поэтому, мне кажется, что вам нужно как-то вот для себя этот момент проработать. Хотите жить самостоятельно? Облично. Замечательно. Замечательно. Потрясающе. Ну, надо, ну, тогда нужно, тогда надо на что-то делать, чтобы.... Суббот. Ну... Самостоятельно жить. Вы не можете просто Речь сказать, я хочу жить самостоятельно И начать жить самостоятельно. Нет, к сожалению, это так не работает. Вам нужно, если вы хотите жить самостоятельно, вам нужно с чего-то начать. И начать я вам предлагаю, чтобы самостоятельно, словно говоря, принять решение относительно того, как вы будете дальше жить, и что вы будете дальше делать, и к чему вы будете дальше стремиться. И уже исходя из этого, можно будет что-то сделать, и заниматься, условно говоря, терапией, чтобы помочь вам. Здесь, мне кажется, все предельно ясно, здесь, мне кажется, все предельно понятно, но, как бы, может быть, я допускаю такой момент, да, что, может быть, вам что-то осталось не ясно. Вот. Если что-то осталось не ясно, возвращайтесь за, за помощью, будем рады помочь вам. Вот. Пока что у меня есть столько ощущений, что вы просто, знаете, вы хотите свободы, да, вы хотите жить отдельно, и я вас снимаю. Но, по факту, у меня такое ощущение, да, что вы как будто бунтуете, у вас как будто бы цель, она не в том, чтобы реально, чтобы, ну, реально свободно быть, а чтобы именно бунтовать, чтобы именно, именно вот, ну, показать, да, родителям, да, что, вот, я там, чего-то стою, я чего-то могу. Ну, не только своим, да, но и, в данном случае, речь идет и про родителей вашего мужа. Ну, вот. Плюс, как мне, как мне кажется, у вас есть, вот, какие-то, сомнения, сомнения в том, что вы хорошая мать. Вот, мне так кажется, потому что вы сами как будто, понимаете, вот. И родители, конечно, не применуют ударить туда, вот, ну, просто вот потом, потому что, если, там, условно говоря, можно ударить туда, то они ударят, вот, и в этом нет ничего удивительного, вот, к сожалению, вот, потому что они, чувствуя вашу неуверенность, чувствуют опасность и следует инстинкту помочь, спасти, поддержать. Да, они не понимают, что это вредит. Они этого не понимают, это правда. Но, это ваш ответ, не их. Вот. Ну, вот, примерно, я думаю, такой же ответ вам можно дать, на данный момент, с точки зрения, с точки зрения психологии. Вот. С чего бы я начал? Я бы начал с обращения вместе с мужем, да, потому что вместе с мужем вам стоит обратиться к психологу, вот, и вместе с очень неважно, чтобы вы себя не чувствовали, ну, как бы покинутой, что ли, поэтому очень важно, чтобы вы себя не чувствовали, вообще что вы не чувствовали одной, и поэтому И важно ещё понимать, что это из-за нашего мужа тоже со своими родителями разговаривать, что не видно с ними говорить о мужа. Вы можете, конечно, вы можете, наверное, в какой-то степени «должны» – плохое слово, конечно, именно что «должны» мне не нравится, но вы можете поговорить, но в основном договоров нужно мужа, а если этого не делать, то родители не будут вас слушать, если только у вас с ними нет особых отношений, особых, которые, ну, как-то, ну, как-то компенсируют, как-то, вот, то есть, которые, как-то, вот, недостаток, да, восприятие вас всерьёз, как-то компенсируют, вот, а такого очень мало, например, чтобы вы для родителей своего сапога, да, неважно, мужчина-женщина, выделяем для родителей, своего сапога, ну, просто, просто, как бы, ну, избранник, да, или избранник, или избранник, вот, и всё, просто как бы, это, нормально, ну, это нормально, просто, вот, у вас, ну, у вас не должно быть рычагов давления, вот, вот, вот так вот я это вижу, таким образом, я это вижу. Я не раскаиваю, если, если, если вам интересно, я просто рассказываю своё, своё мнение, и всё, вот. Давайте тогда, наверное, на этом закончим, да, уже, в принципе, я думаю, более, чем достаточно, вот, я вам ответил, да, вот, будет случай, если, если вы, как-то, сами, ну, решите, что вам делать, и тогда уже, ну, в какой-то степени, да, будет понятно, куда вам двигаться, вот. На этом всё, в принципе, я надеюсь, что вам это было полезно, вот, я надеюсь, что вам было интересно, вот, мой ответ, надеюсь, что вам было интересно, я желаю вам всего доброго и буду благодарен за обратную связь.